МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио-компании Гомель. В студии працует Марина Джалая. Глядите в этом выпуске. Выборчий процесс набирает обороты. Подписы по вложению кандидатов у депутатов мясовых советов будут сбирать 3878 инициативных групп. Чему в участь в школе? В науковом кафе отбылась дискуссия по теме удосконаливания навучального процесса. Себроство без межа у Гомель на елку мира приехали российские школьники. Зима отступила. Те будет снег на Новый год, рассказали у гидромедцентры. А зараз об этом и иншим больше подробно. Александр Лукашенко различуя на позитивный рост экономики в 2018 году. Об этом президент заявил сегодня на церемонии урушения державных узнагарод. И он подкреслил, что высоких вынеков в своей деятельности достигают люди, которые на первое место у працы ставят профессионализм и отказное ставление до справы. Кировник державы повиншовал у дельников церемонии с надыходящим Новым годом. Упевненный он станет годом працевных перемог, выконания планов, проектов, годом позитивного росту экономики, заявил Александр Лукашенко. На Гомельшине протягивается кампания по выборах депутата Мясовых Советов. У приватности выборчей комиссии завершили регистрацию инициативных групп. Усяго у выборчей комиссии была подадена 3881 заявка на регистрацию инициативных групп. Але потом одна заява была одозванная, яше у двух выпадках у регистрации было отмолено. Таким чином, зараз подписы по влучшению кандидата у депутата Мясовых Советов будут сбирать 3878 инициативных групп. Это крыху больше колькости депутатов, о которых необходимо обрать 18 лютого. И такие личбы. Инициативные группы мают намер вылучить 150 членов шести политичных партий. Сформировано участков для голосования 1022 и зарегистрировано 363 наблюдателей. Вся работа идет по плану, проводится дежурство. Заявления, жалобы, предложения пока в комиссию не поступало. Протягиваем выпуск. Год науки у Гомерия завершился обмеркованием шляхов удосконаливания научного процесса. В науковом кафе собрались наставники средних и выкладчики высших научных установ, а так само учени и студенты. За ходом дискуссии садшил Олег Сентюроу. Кольки истнует закону Ньютона, якая самая высокая кропка земли, что такое ДНК, и коли была подписана Крымская уния. Почас, чтобы у школы мы спробуем запомнить, напомню, тысячи, лишь бы уйназов, якие потом и не памятаем. Хоть ничего страшного, зараз при жадании усе необходное даджиное можно за некольки секунд знаться у интернете. Гэта бы дайгалунная заувага у адрес середней школы. Капатрымать добрый отзнаков, учени повинны запоминать максимум информации по всех дисциплинах. Олег, а я еще некакие десяти годи в тому такую систему научения можно было хоть не разломашить. У эпоху интернета она становится все меньше актуальной. Учени, а потом и студенты, часто просто не сдольны систематизовать отриманную информацию. Главная проблема, наверное, научить их, как мыслить творчески, не шаблонно, да, и как уметь оперировать информацией. То есть не просто запоминать, а именно выбирать нужную информацию. И сейчас, когда студенты даже к экзамену готовятся, они часто набирают кучу материала. Ты пытаешься их спросить на экзамене, но расскажите главное все-таки из того, что вы набрали. Тут возникает проблема. Как отсеять второстепенно и выбрать главное? Да, отдельные думки, наведывальники наукового кафе не приходить, али некоторые кропки взаиморазумения все-таки знаходить. Свет изменяется, тому изменяются потребования до адвокационной системы. Выучить у першого чергу необходимо тому, что не может дать компьютер, сирот огученных приоритетов, безпека, например, оказание первой медицинской допомоги и идейни подчас надзвычайных ситуаций. А так само, коммуникационные навыки, у тымняку макчимость вести дискуссию и працовать в коллективе, здоровый рад життя и издольность быть самостоянным в быту, вез умение выделять головные и обороняться от информационных перегрузок. По великим рахунку, сегодня можно вызначить объем ведов, яким учни и студенты повинны володить обовязково. У дыбош значная проблема научить логицы и самостоянности. Наведывальники наукового кафе кажуть, что 98% в этом процессе залежит от наставника, але далеко не все готовы применять новые технологии навычания. Кандидат педагогичных навык, наставник початковых классов, вышедший в квалификационной категории, лауреат премии специального фонда президента по потенциям одороной молоди Светлана Йин Кажаб в окрестании так званых 300 технологий. Для середней школы это поколе эксперимент, але йон может стать реальностью. Мы должны ребенку дать определенный набор знаний, а методика это каким образом мы будем это давать. Так вот можно дать знания в готовом виде, и ребенок их воспринимает в режиме магнитофона, запомнил, повторил и простите, забыл. А можно эти знания давать ему в виде задач, и он самостоятельно их добывает и соответственно развивается. Хотя сами знания остаются теми же самыми. То есть программу мы не ломали, не изменяли. Изменили подходы. Олег Сентюров, Михаил Рабков, пелерадокомпания «Гомель». 27-я школа «Гомеля», вядомая, як «Школа Миру», приняла гостей с Бранска и Санкт-Петербурга. Для российских школьников во установе адеквата организовали «Елку Миру». Это традиционный новогодний ранечник для дятей миротворцев с Беларуси и краин-суседям, який организует Гомельское областное отделение Беларуского фонда «Миру». На мероприемстве побывали наши корреспонденты. Бранские школьники «Гомеля» частые гости, а вот Санкт-Петербург запрошение отримал у першиню. 12 наученцев 583-й школы полночной российской столицы новоспечены по братимы. Отповедное погоднение об супрационнистве подписано у музея 27-й школы представниками двух установ адукации. Сгодно с ним школы будут оказывать взаимное соединение у распроцовцев и реализации миротворческих проектов. А кроме того, будут наладжены обменные поездки школьников. Отзначим погоднение об супрационнистве 27-я школа «Гомеля» ранее подписала с пятью установами адукации России «Сбранска», «Злынки», «Новозыпково», «Курска» и «Смоленска». Это очень значимое мероприятие. Мы безумно благодарны за то, что нас пригласили на эту «Ёлку мира». Мы очень хотим, чтобы наше сотрудничество продолжалось и развивалось. Поэтому мы со своей стороны будем готовы принять делегации на наше мероприятие. Будем очень рады. После официйной частки подписание чергового погоднения удельники мероприемства переместились в актовую залу, где прошел новогодний ранешник. Все лето по лику, это другая «Ёлка мира» у Гомельской области. У сего запланованы четыре такие мероприемства. Удел у них примут представники усих районов Гомельской области. «Ёлка не просто, чтобы уручить подарки и дети вокруг ёлки потанцевали. Но мы видим в этой мероприятии именно расширение и укрепление дружбы прежде всего между детьми. Потому что есть такое выражение, что дети лучшие посланцы мира. Так вот мы хотим через именно детей расширять и укреплять дружбу наших народов». Ганна Ковалёва, Валера Гопанько, Телерадо, компания «Гомель». У Гомеля отбуюся городский этап кастингу национального конкурса «Прыгажості Мисс Беларусь». Отбор кандидаток проходе у Центры моды и «Прыгажості» «Хрустальная нимфа». На кастинг чекали девчата от 2018 до 2024 годов с выдатными внешними дадинами и ростом не ниже и за 174 сантиметры. Сирот потребований, так само отсутность татуировок и пирсингу. А кроме того, претендентки названия «Мисс Беларусь» повинны были николе не состоять у шлюбе, не иметь дятей и у певной меры володать актерским майстерством. Оценивали конкурсанток стилисты, фотографы и інши специалисты индустрии моды и «Прыгажості». У вынику путевки на областный этап отримали 4 девчины. Организаторы мают намера добрать яше 6 девчат. У вынику «Гомель» на узровне в области представить 10 конкурсанток. Дареша своих кандидаток пропоновали выбрать усім районам. Финалистки сустренутся 26-го студеня на областным этапе. Затым будуть обраны претендентки на титул «Мисс Беларусь» с поборництва, за які пройді у мае наступного года. Это республиканский конкурс, будет жёсткий отбор, будут обязательно рассматриваться девочки ниже 174, мы никого не будем брать. И в полуфинал, финал будет проходить от 25 до 35 участниц. Это со всей республики. Перед новогодній тыдені будзе пахмурным і з плюсовой температурой. У областным гідрометцентрі поведаміли, що сьогодні у день термометры зафіксували 5 градусів тепла. Ближай до ночі ртутнія слубкі опустяться до нуля. У сяроду так само захаваецца теплая надвора без істотних опадків. У день – до плюс шасти, ночі – до минус одного. А вось у чатвер є северогодність невеликаго дажу з мокрым снегом, які може растягнуться до конца тыдня. При этом кліматичну картину допомніть слабые туманы і гололюдиця на особних участках дорог. У пятницу максимуму змацнення ветру до 14 метров за секунду. При этом потеплее аж до плюс восьми. У опушній день 2017 года температура поветра складе в плюс один, плюс шесть градусів. У новогоднію ночь похолодає до минус одного. Усё гэта буде супроваджаться короткорчасовыми дажами і мокрым снегом. Гэта і інші новини ви можете знайсті на нашому сайті у інтернеті по адресі www.tivergomil.by Далі у ефір «Спортивний огляд». З новинами спорту вас познайомить Максим Савін. Максим Савін. Автор Re prisons